Всем привет! С вами председатель Москва. За моей спиной находится Донской монастырь. Идет дождик, но я думаю, что все равно мы постараемся найти то, что нам будет интересно. Поехали! Некоторые башни Донского монастыря реставрируются, но это нам только и на руку. Как утверждается историками, Донской монастырь был основан царем Федором Иоанновичем, третьим сыном Ивана IV Грозного. А началась история этой обители с постройки Собора Донской иконы Божьей Матери в 1591 году. Но строили его, так получается, в 7099 году. Так как 1591 года не было, указом Петра I дата от Рождества Христова на Руси начала исчисляться от 1700 года. Почему историки ставят такие даты, непонятно. Видимо, для упрощения понимания, но ставили хотя бы две даты, 1591 и соответствующую дату тем времен, 7099 год. Ну да ладно, оставим это на совести историков. Давайте лучше обратим внимание на стены и сторожевые башни монастыря. Изначально построен он был якобы деревянным, ну как вся наша деревянная Русь. А вот эти стены с башнями были возведены только в конце 17-го, начале 18-го века. Обратите внимание, четыре угловые башни имеют круглое сечение, остальные восемь по две на каждой стороне стены. Квадратное сечение. Ну и сама стена имеет знакомую зубчатую форму. А теперь сравним это с Новодевичьим монастырем. Те же 12 башен, четыре угловые круглые и восемь по две на каждой стене квадратные. И точно такие же зубцы на стене, как и в Донском монастыре. А если посмотреть на макеты или на планы этих двух монастырей, они практически идентичны. Немножко разница, конечно, внутреннее расположение зданий. Но как мы уже с вами знаем, все перестраивалось, ломалось. И кто знает, как было все изначально. Разница только в цвете стен. Красные у Донского и белые у Новодевичьего. И располагаются оба монастыря недалеко друг от друга. На изгибах Москвы-реки. И служили эти монастыри, скорее всего, фортификационными сооружениями для защиты Москвы. А монахи в них были войнами. Как я уже упоминал в своем видео про Симонов монастырь. Но давайте вернемся к Донскому монастырю и поподробнее рассмотрим все его достопримечательности. И вот так вот, еще не войдя внутрь, мы видим заложенную дугообразную кладку. То есть следы какого-то перестроения. Только-только сошел снег, это где-то середина апреля, 2018 год. Внутри монастыря ведутся строительные работы. Поэтому некоторые участки закрыты для посещения. И не везде мне получилось засунуть свой любопытный нос. За соборами на территории Донского монастыря расположился некрополь Донского монастыря и старое Донское кладбище. Здесь погребено очень много выдающихся людей из аристократии 18-19 века. А также целые усыпальницы княжеских родов. Эта информация есть в открытом доступе, нам же интересно немножко другое. Меня заинтересовала реставрируемая сторожевая башня. Я так понимаю, сняли около метра грунта возле башни. И начали заменять кирпичи. Так как со временем кирпич приходит в негодность, находясь в земле. Впитывая в себя всю влагу и разрушаясь. Ну и пока никто не видит, наплевав на все правила техники безопасности, я решил подойти поближе. Да, действительно, мы видим внизу кирпич заменен. Видимо, даже проложили где-то гидроизоляцию. Думаю, теперь за эту башню можно не волноваться. Она простоит еще лет 200. Но согласитесь, как-то низко очень расположены окна. Но не цокольный же этаж был в сторожевой башне. И дверь на уровне окон. Так чтобы войти в эту дверь, нужно еще согнуться в три погибели. Очень интересно, конечно, было бы зайти вовнутрь, посмотреть там какие ходы, лестницы наверх. Ну и согласитесь, дверь очень узкая. Помимо того, что она низкая, она и узкая. У меня полное впечатление, что это вообще не дверь, а окно. А где же тогда дверь? И что это за полуарка, чуть правее башни? Которая явно дает нам понять, что под землей много еще что интересного скрыто от наших глаз. Почему же башню откопали только на метр? Что мешало откопать на 2, 3, 4 метра? Скорее всего, потому что трудно объяснить, откуда взялось вообще столько грунта. Тут культурным слоем уже не отделаешься. Да и здания так не оседают. А вот так вот выглядит другая башня, которая еще не реставрировалась. Окна и двери на одной линии. Как войти в такую дверь, если она по пояс нормальному взрослому мужчине? Да и даже если я нагнусь, я плечами задену о косяки этой двери. Так как она не шире окна, так скорее всего это и есть окно. Мы видим, что по всей стене расположились арочные ниши. Но рядом с башнями и в углах стен попадаются вот такие вот закопанные полуарки. Если это не закопанная конструкция, объясните мне, пожалуйста, какую функцию выполняет вот это вот непонятное углубление. Ну и на территории Донского монастыря очень много маленьких церквушек, храмов, усыпальниц, есть ротонды. Ну и вот, например, совсем небольшая церквушка. Это храм святого преподобного Иоанна Листвичника. Построен он якобы в конце 19-го, начало 20-го века. Но объясните мне, для чего в такой небольшой церкви делать подвал? Который мало того еще портит архитектурный вид этого здания. Просто какое-то инородное тело, прилепленное к этой церкви. Территория монастыря 5 гектар. Неужели трудно поставить отдельно стоящее хозяйственное здание? Да, в храмах, в церквях есть подклеты. Так, например, в Большом соборе усыпальницы грузинских царевичей. Но согласитесь, входы в эти усыпальницы проектируются вместе с постройкой церквей. А тут явно какая-то нашлепка, приделанная абсолютно позже. Ну и судя по лестнице, ведущей вниз, скорее всего, это какое-то подсобное помещение, а не усыпальница. А здесь мы видим ротонду в стиле классицизма. Это тоже церковь. Это церковь Александра Свирского, усыпальница рода Зубовых. Эта ротонда была построена Платоном Зубовым, последним фаворитом Екатерины II. Граф и светлейший князь Платон Александрович Зубов был самый влиятельный человек после самой императрицы. Ну и почему-то мне кажется, что дверь в эту усыпальницу тоже сделана позже. Скорее всего, под малыми окнами наверху были более большие окна, проемы от которых сейчас заложили, а в одном из них сделали дверь. Конечно, я не могу утверждать, я лишь только предполагаю. Но согласитесь, для ротонды в стиле классицизм, в конце концов, для церкви, какой-то уж очень простой вход. И ступенька из двух булыжников. У меня на даче в сарае лестница и то шикарнее. Встает вопрос, где же тогда дверь? А я думаю, ответ кроется под землей. А в двух шагах от этой ротонды расположился вот такой вот удивительный мавзолей-пирамида. Как я понял, это тоже семейный склеп, но на табличке указан князь Павел Николаевич Щербатов. Годы жизни его 1722-1781. Сейчас эта пирамида находится на реставрации. А вот так вот этот мавзолей выглядел в конце 19 века. То есть больше 100 лет он находится в достаточно плачевном состоянии. Но давайте присмотримся к этой пирамиде. Меня опять очень заинтересовала дверь внутрь. Нужно быть каким-то форточником, чтобы пролезть в эту дверь. Но не на карачках же в нее забираться. Примерно полгода назад я смотрел видеоролик на канале «Скрытая Россия». Как раз о некрополе Донского монастыря. И автор канала искал могилы, надгробия начала 19 века. И показывал нам, и говорил, что они практически не закопаны. Ну и соответственно какой-то катаклизм был не в начале 19 века, а скорее всего раньше. Это видео вы можете посмотреть. Оно у вас сейчас выскочит в правом верхнем углу экрана. Мне нравится этот канал, я на него подписан. Но я удивляюсь, как автор не заметил закопанных зданий, мавзолеев на территории этого некрополя. А искал только могилы и надгробия. Но давайте поглядим на могилы. Разве это похоже на захоронение? Между могилами не то, что не пройти. Даже невозможно прочитать надписи, которые на них написаны. Это больше похоже на склад надгробий. Которые выкапывались, когда снимали верхний слой земли при ландшафтных работах. И складировали их одно к другому. Смотрите, какой здесь перепад высот. Это откапывали вход в самый первый, древний, так называемый Малый Собор Донской Иконы Божьей Матери. Который был заложен здесь, как нам говорят историки, в 1591 году. На месте расположения русского гуляй-города. Или, проще говоря, обоза. Я так понимаю, гуляй-город формировался из специальных телег, составленных правильным способом. И в итоге получалась простенькая крепость. Так вот, изначально монастырь называли Пресвятой Богородицы, что в обозе. И заложен он вроде как на месте, где находилась походная церковь преподобного Сергия Радонежского. Точнее, палатка с донской иконой Божьей Матери, покровительницей воинов, которую Дмитрий Донской брал в 1380 году на Куликовскую битву. Итак, конец 16 века. На Москву идет Казыгирей, Крымский хан. На подступах первопрестольный в стан русского воинства привозят чудотворную икону Донской Божьей Матери. Молится вся Москва. И происходит чудо. Татары отводят войска после непродолжительного сражения. И не просто отводят, а бегут, потеряв в итоге до двух третей от своей изначальной численности армии. Кстати, фотографию Газыгирея или Газыгерай я взял из Википедии. Ну вот что интересно. Здесь он обозначен как Алхеривс Султан Тартаро РВМ Рекс. Ну, я так понял, какой-то Султан Тартарии. Или Король, если Рекс перевести с латинского. Вопрос у меня только с надписью Алхеривс или Алхеривс. Я не знаю, как по-латински правильнее произнести. И вот еще обратил на что внимание, на дату. А точка, вверху или О, или кружочек. И дата 1599 год. А с кружочком, возможно, это Анно, обозначение года. Но мне кажется, что единица написана очень тонко. И совсем какая-то неестественная пятерка. Возможно, был такой шрифт, но мне это показалось странным. То есть на всей гравюре шрифт одинаковый, достаточно ровный. И только с датой вот какая-то непонятка. Попахивает фальсификацией. То есть крымский хан был королем или султаном Тартаро РВМ. Вот что такое РВМ, не удалось мне найти. Ну да бог с ним. Козы Гирей убежал. Потерял треть своей 150-тысячной армии. На месте обоза ставят монастырь во имя Донской иконы Божьей Матери. Давайте чуть-чуть про икону. Представляете, такая известная икона, которая победила и Мамая, и Газы Гирея. Но точных данных о том, когда и кем была написана эта икона, не сохранилось. Есть только запись во вкладной книге Донского монастыря, составленной в 1692 году, что икона Богоматери была поднесена донскими казаками из Сиротина городка, московскому князю Дмитрию Ивановичу, соответственно, Донскому, в канун Куликовской битвы. Просто 3D. Донские казаки икону Донской Богоматери Дмитрию Ивановичу Донскому приносят. То есть есть легенды, есть много версий, но точных данных по этой иконе нет. Икона, кстати, двухсторонняя. На второй стороне изображено Успение Богородицы. Мне вот, кстати, очень интересно, как двухсторонние иконы вешать на стену. Или их раньше просто в руках носили, как хоругвы, на какие-то сражения, большие и великие битвы, чтобы видно было сразу две стороны. Кстати, икона и сейчас проходит крестный ход. Как и в те древние времена, в крестных ходах из Кремля в Донской монастырь принимали участие патриархи и цари. А проходит этот крестный ход 19 августа, 1 сентября по старому стилю. Странно, что крымский поход на Москву, хана Газы Гирея, закончился 6 июля спешным отступлением. Победа на Куликовской битве Дмитрием Донским была одержана 8 сентября. Отчего же крестный ход 19 августа? Загадка. Если кто знает, напишите, пожалуйста, я что-то с цифрами совсем запутался. Ну и немножко о самой иконе. Буквально два слова. На иконе изображены Богородица с младенцем Христом на руках. Но у меня почему-то такое впечатление, что младенец совсем не младенец. Скорее подросток или юноша. Но в таком случае Богоматерь действительно каких-то слишком больших размеров. Можно, конечно, опять уйти в тему великанов. Возможно, Богоматерь изображена больше, потому что она как бы головнее на иконе. Отсюда такие размеры. Ну тогда так и напишите. Зачем же писать, что Богородица с младенцем Христом? Вот мне интересно ваше мнение по этому поводу. Я надеюсь, никак не затронуть чувства верующих. У меня даже и мысли такой не было. Просто хочется немножко разобраться. Ну давайте уже перейдем от картинок. Снова на территорию Донского монастыря. Попробуем прочитать старые надгробные надписи. Поискать надгробные плиты с вилочковыми крестами. Но начнем, пожалуй, с горельефов, снятых с храма Христа Спасителя в 30-е годы 20-го века. Перед тем, как его взорвали и на его месте сделали бассейн. На этих горельефах изображены библейские сюжеты в основном. Давайте приблизим. Горельеф с храма Христа в Москве. Мельхиседек встречает Авраама с пленными им царями. Библейский сюжет. Скульптор Логановский. 1847-49 годы. Мрамор. Ну и давайте посмотрим на мрамор. Видите, какой мрамор. И это не единичный случай. Давайте посмотрим другие горельефы. Читаем. Встреча Давида, победившего Голиафа. Скульптор тот же. Мрамор. Вот такой вот мрамор здесь. Дальше. Вот пальцы тоже мраморные, отколовшиеся. Здесь. Здесь. Мариам. Библейская героиня. Тоже мрамор. Тут вот видно, что это вообще составной какой-то материал был. Кусок прям отошел. Ну и из мрамора, как вы считаете, возможно такое сделать было? Я думаю, максимум, что здесь из мрамора, это вот эти вот таблички. Все остальное явно лепилось по заготовленному железному скелету. Из какого-то мягкого материала, будь то какой-то гипс или какой-то прочный состав на основе гипса, что-то вроде штукатурки. Ну, не знаю. Но это точно не мрамор. Вопрос, для чего тогда писать мрамор, если видны отколотые пальцы и торчащая из них арматура? Ну и у этой же стены с горельефами сложены некие артефакты, раскопанные якобы при ландшафтных работах на территории монастыря. Это какие-то железные части, это надгробные плиты с вилочковыми крестами, редко целые, в основном кусками отбитые. Ну и я сказал сложены. Наверное, больше подходит слово свалены в кучу. Ну, видимо, они явно не представляют никакой исторической ценности. Давайте немножко их рассмотрим. Как я заметил, все надгробия с вилочковыми крестами имеют один и тот же орнамент. Одинаково рисунки и расположение вообще рисунка на плите. Разнятся они только надписями. Я делал фотографии и давайте на примере конкретно попробуем разобрать эту древнюю надгробную плиту. Заметьте, на этой плите, кроме узоров, нет никаких надписей. На плите мы видим два солярных круга. Окаемлена эта плита так называемым волчьим зубом. И от одного солярного круга отходят две дуги и одна прямая. Формируя тем самым так называемый вилочковый крест. Хотя крестом это назвать очень трудно. И есть точно такой же рисунок, но орнамент на этом рисунке не волчий зуб, а так называемая плетенка. Она также окаймляет эту плиту. То есть там, где был волчий зуб, сейчас плетенка. А так все то же самое. Два солярных круга на тех же самых местах. Из одного, который ближе к центру, выходят две дуги и одна прямая. Формируя тем самым вилочковый крест. Эти плиты различаются размерами и толщиной. И у меня возникло такое ощущение, что узоры эти наносились на мягком материале. Возможно, это такой же мрамор, как и на старых горельефах храма Христа Спасителя. На камне, конечно, такой узор камнерезом делать не очень легко. А если представить, что это не застывший цемент, тогда работа получается элементарной. Но это только мое предположение. Утверждать, конечно, здесь трудно. Но вот что я могу сказать точно, так то, что надписи изначально на этих плитах не было. Можно, конечно, предположить, что плита была изначально пустой, как вот в этом случае. И являлась некой заготовкой, на которой уже потом и наносили шрифт. Но также возможно, что эти пустые плиты с орнаментом просто вторично использовали, написав на них имя своего усопшего родственника. Как говорится, не пропадать же добру. И сейчас я вам покажу, почему у меня такое ощущение. Обратите внимание, какой красивый шрифт. И он явно выполнен по другой технологии, нежели орнамент. Но это видно даже невооруженным глазом. У меня проблема с цифрами в старославянском, или даже церковнославянском. Так как цифры изображали буквами, и мне почему-то очень трудно это все запомнить. Но я думаю, что в этом случае для нас это не суть важна, и мы просто прочитаем надпись. Вверху написано «лето» и числами «какое лето», то есть «какой год». Смотрите, «л», переходящее в «ядь», вот тут вверху «т», а здесь «а» «лето», и вот эта вот цифра этого лета. Кто бегло ориентируется в цифрах, можете в комментариях написать. Дальше идет «сентября». Тут прям по-русски написано, даже не нужно ничего показывать. Единственное, что «б» чуть выше, а «р» спрятано между двумя «я». Дальше в такой-то день, под тильда, у нас идет цифра дня, представился раб божий Данила Иванович Зубов. Вот здесь у нас «ч», я так понимаю, здесь у нас «в». Все читается достаточно просто. Меня настораживает только то, что буквы залезают на орнамент. Но давайте не будем судить по одной надгробной плите и посмотрим другие. Здесь тоже достаточно толстая плита, такой же четкий и красивый шрифт. Орнамент здесь плетенка, и здесь тоже видим, что буквы залезают на орнамент. Прям даже самое первое слово «лето» уже буква «Л» написана на орнаменте. А эта плита маленькая, орнамент здесь «волчий зуб». Здесь прям хорошо видно, что шрифт и орнамент выполнены по разным технологиям. Здесь, видимо, хотели написать больше и даже залезли буквами на сам вилочковый крест. А наверху на солярный круг. Здесь довольно странная плита, она даже без орнамента. Вот это прям вылитая заготовка. А здесь такое ощущение, что просто нацарапано гвоздем. Даже трудно прочитать, что там нацарапано. А здесь вот рядом с обезглавленной фигурой какого-то античного воина, надгробие небольшое, с орнаментом «волчий зуб», но на нем абсолютно нет никаких надписей. А здесь опять что-то начерчено в кривь и в кость. Такое ощущение, что писали на всех свободных местах. А вот здесь вот два надгробия стоят рядом. У одного орнамент плетенка, у другого «волчий зуб». Шрифт разный, но и там, и там он залезает на орнамент. Ну вот если представить сейчас, что вы идете заказывать надгробную плиту с фотографией, и надпись не умещается и залезает на фотографию. Но это же халтура, то есть брак. Вы за это деньги платить не будете. Поэтому у меня предположение, что эти плиты, можно сказать, доставались на халяву. И каждый, кто как мог, тот так на них и чертил. Кто-то так, кто-то вот так. У кого-то был хороший инструмент, а кто-то прямо гвоздем или палкой. А вот смотрите, тот же орнамент плетенка, но написано на латыни. Помните фильм про Шри-Ланку, где я разбирал надписи с датами на стенах крепостей звезд? Смотрите, такие же надписи на русских кладбищах. Ну и читаем, написано «онно», что означает на латыни «год», а дальше идет «год». Шестьсот тридцать шестой. Ни тысячи впереди, ни буквы «джей», ни «источкой». Просто шестьсот тридцать шестой. Но плита-то точно такая же, с таким же орнаментом, плетенкой. Не знаю, почему-то у меня каждый раз вопросов все прибавляется больше и больше. Так что эти белокаменные могильные камни, скорее всего, не из камня, а из какого-то цемента или раствора. А возможно, что это и не могильные камни. А использовали их как могильные камни. Либо это более древние могильные камни, на которых не было надписей. Кто что думает, пишите в комментариях, будет очень интересно почитать, подискутировать. Мне кажется, тема достаточно интересная. Ну и еще меня очень поразили вот такие вот надгробные камни. С арабской вязью. Вы можете себе представить, чтобы на русском православном кладбище хоронили мусульман? Да у нас-то самоубийц всегда хоронили за кладбищем. Как же так? А может быть, это никакие не мусульмане? И это обычные надписи на древних русских нагробиях. Точно такая же арабская вязь есть на экспонатах оружейной палаты. На шлеме Александра Невского, к примеру. На шлеме Ивана Грозного. На шлеме князя Федора Ивановича Мстиславского. На так называемой Иерихонской шапке Алексея Михайловича. Так может, не надо нам удивляться арабской вязи на старых древних русских надгробиях? Вот посмотрите на это. У меня почему-то такое ощущение, что это какой-то отколотый крест с арабскими надписями. И мне даже захотелось вот попробовать дорисовать его. Может быть, конечно, это моя фантазия, но могло это выглядеть как-то так. Или вот такой вот вариант. Удивляет то, что отколото со всех сторон. Как будто действительно это был крест. И когда поменялась вера, это стало неприемлемым. Крест с арабскими надписями. Поэтому все откалывали, кололи. А вы посмотрите на эту плиту. Слева мы видим русский текст, а справа, возможно, грузинский. Но здесь мы можем четко видеть, что писали по-мягкому. Это ведь не печатные буквы, это прописные. Давайте прочтем, что написано слева печатными буквами. Тут вот кусок откола. Давайте начнем вот отсюда. Окончил жизнь в старости. Тут вот непонятно. Мастите в блаженство к Господу. Отыде епископ Филимон Меретинский. А жития его при освященство было 85 лет. Скончался в 1782 году. То есть, видите, надгробная плита епископа Филимона Меретинского. И, видимо, текст дублируется на разных языках. Кто может распознать язык на надгробии епископа, напишите, пожалуйста, в комментарии. Прям епископ и такой-то язык. Кстати, эти и многие другие надгробия находятся под большим собором. В принципе, на свежем воздухе. Я туда незаметно вошел и обследовал все эти надгробия. Тут прям вот так вот все сложено. Вот лежит Иисус. Возможно, рядом здесь лежит также Дева Мария на земле. И никто не считает это кощунством. Интересно, сама церковь не задевает чувства верующих вот таким вот отношением? Мне кажется, такие вещи нужно изучать. Но они лежат себе спокойно в кучке. Никому глаза не мозолят. Особо никто в этих кучах не роется. Неудобных вопросов не задает. Ну и пусть себе лежат. Они же все равно не представляют никакой исторической ценности. Так что где правда, а где ложь, трудно сказать. История вся переписана в угоду победителей. Все скрыто под плотной завесой. Точнее, под толщей земли. И когда это все начнет открываться, и вообще начнет ли это все открываться, неизвестно. Ну и на этом все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Увидимся в будущем. Пока. Субтитры подогнал «Симон»